Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Почти час прямого эфира. Глава Самары Лена Лапушкина через соцсети пообщалась с жителями. Какие вопросы волновали горожан? Под небом солнечной Самары. Как горожане справляются с резким похолоданием и хандрой? И что об этом думают итальянцы в России? Ловись рыбка большая и маленькая. В Самаре начался осенний сезон рыбалки. На что ловить и как правильно прикармливать? Совет экспертов. Связать удаленные районы города с историческим центром. Такая задача стоит перед станцией метротеатральная, которая активно строится. В связи с этим возникла необходимость расселить жителей из домов, находящихся на пути идущего под землей тоннеля. Но не все согласны на те суммы, которые им положены по федеральному закону. Какие решения были приняты на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном в нашем сюжете? Связать удаленные районы города с историческим центром. И решаться вопросы с их расселением будут по-разному. Но при этом в приоритете адресный индивидуальный подход к каждой семье. На встрече депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с жителями прозвучал ряд мнений. Горожане задавали интересующие их вопросы. Представители областного министерства строительства разъяснили жителям, что возведение подземных инженерных сооружений – процесс технически сложный, сопряженный с массой градостроительных ограничений. Ведь речь идет не только о самой станции, но и о ведущем к ней тоннеле. И в рамках существующей самарской застройки выбрать иной маршрут, который соответствовал бы всем градостроительным нормам, не затрагивая памятников истории, культуры и жилые дома, не представляется возможным. Есть работы не менее важные, чем непосредственно возведение станции. Учтены технические условия для выноса инженерных коммуникаций. Это касается сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и кабелей связи, газовой магистрали. Расселение из зоны метростроя – еще один аспект. Согласно федеральному закону, метр жилья оценивается по средней рыночной стоимости, которая на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей. Но некоторым жителям принадлежит всего 10-12 квадратных метров. Купить квартиру на полученную компенсацию в таком случае они не могут. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил сделать так, чтобы собственникам жилья, если оно единственное, оплачивать площадь из расчета не менее 33 квадратных метров. Площадь больше цепени 33 метров – такой же подход. Минимальная оплата – 70 тысяч по фактической площади живой. В случае, если оценка больше 70 тысяч – по оценке. Если житель не согласен с той оценкой, которая выше 70 тысяч, но его не устраивает, он оспаривает ее в суде. Некоторые жители уже получили компенсацию за жилье и недовольны суммой. В случае, если областное правительство поддержит предложенную Александром Хинштейном схему, мера будет распространяться и на них. Три месяца с момента того, как дали нам на руки постановление. Вот сейчас будет обсуждаться хорошее предложение, которое в общем-то сейчас здесь озвучено. Получится ли так, что пройдет три месяца и нас выселят по закону? Нет, я вам это говорю со всей ответственностью. Выработанные совместно с Минструем и мэрией предложения вынесены на обсуждение с губернатором. Концептуально они поддержаны, сообщил Александр Хинштейн сегодня в своем телеграм-канале. И выразил надежду на то, что будут оформлены в виде регионального закона. Эти предложения решают проблемы абсолютного большинства, а прежде всего жителей аварийных и ветхих домов, коммуналок. Ситуация с расселением находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и главы Ленинского района Елены Бондаренко. В районной администрации со всеми желающими с 5 сентября работает юрист. Помощь оказывается бесплатна. Житель каждого дома, подлежащего расселению, на учете. Спасибо администрации города, спасибо администрации Ленинского района, непосредственно вашей главе Елене Бондаренко и Елене Лапушкину. Спасибо двум прекрасным, без иронии говорю Елену, за то, что они на стороне людей. Хотя ни Бондаренко, ни Лапушкина в этом формальном процессе участие не принимают. Это решение правительства области, это работа Минстроя. Но город, городские и районные власти, и это очень хорошо, не могут жить в отрыве от людей, не могут вас бросить. И я вас не могу бросить, как ваш депутат. Жителям также напомнили, что переселение из домов, оказавшихся в зоне строительства метро, необходимость, связанная с обеспечением безопасности и комфорта, соблюдением санитарных, вибрационных и акустических норм. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Почти час прямого эфира и более 20 важнейших городских тем, касающихся развития города, ЖКХ, транспорта, образования и благоустройства общественных территорий. Таков итог первого прямого эфира главы города в социальной сети ВКонтакте, во время которого Елена Лапушкина отвечала на вопросы жителей, а не оставили их на страницах ее аккаунтов. Трансляция прошла в рамках работы муниципального центра управления. Теперь онлайн-встречи в формате вопрос-ответ будут проводить регулярно. Подробнее в нашем сюжете. В прямом эфире на странице в социальной сети ВКонтакте глава Самары Елена Лапушкина дала ответы и разъяснения больше, чем на 20 вопросов горожан. Охват тем самый разнообразный. От объемных, волнующих жителей целых городских районов, о безопасности, экологии, развитии инфраструктуры, до узкоспециализированных, например, о строительстве профессионального парка экстремальных видов спорта. Кому-то удалось дать ответ в прямом эфире, а некоторых горожан дополнительно пригласят на личный прием для детального обсуждения. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что такой формат работы удобен, позволяет охватить достаточное количество вопросов, но он все равно не заменит живого общения. Поэтому такие эфиры станут регулярным дополнением к основной работе. Мне встречаться с людьми важно. Важно видеть своими глазами ту территорию, о которой мне говорят. Мне очень важно видеть жителей, видеть их реакцию на то или иное. Поэтому, конечно, я как выезжал, так и буду выезжать в район. Как встречался, так и буду встречаться. Онлайн – это возможность объять необъятное, возможность объединить вопросы в какую-то тему и, наверное, в одном ответе – ответить на большое количество вопросов наших жителей. Есть однозначно прелесть и удобство в онлайн-режиме в работе. Прямой эфир прошел в рамках работы Муниципального центра управления городом. Это площадка, которая объединяет в себе несколько сервисов по обработке обращений граждан. Специалисты собирают вопросы из социальных сетей через приемные администрации и ведомств, через раздел «Решаем вместе» на портале госуслуг и через телефоны горячей линии. Каждый вопрос отрабатывается профильными департаментами. Аналитики МЦУ обрабатывают их буквально в ежедневном режиме, без выходных. Обобщенные аналитические отчеты ложатся на стол главе Самары. Оперативно она получает информацию о всех горящих проблемах, о каких-то острых темах, которые требуют немедленного вмешательства, реагирования, комментирования. Те вопросы, которые были заданы под специальным постом в соцсетях, а их было более 150, но в эфире не прозвучали, переданы профильным ведомствам и департаментам, специалисты которых свяжутся с жителями и проинформируют их о результатах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Семь футов под Килем. На одном из самарских предприятий торжественно спустили на воду два новых судна. Главных миссией станет изучение рельефа дна и планирование маршрутов для других кораблей. Суда получили имена «Рельеф» и «Василий Аршинов». В торжественной церемонии спуска судов на воду приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Где будут курсировать корабли, расскажет Ольга Павлова. Обязательный ритуал перед запуском корабля в большое плавание. Сегодня он доверен крестной маме судна «Рельеф» Наталье Федориновой. Как говорится, на удачу. Крестить корабли подобным способом начали еще несколько тысячелетий назад, сравнивая обряд с таинством, похожим на крещение при рождении человека. Как бы обычно ребенка крестишь, так же и крестишь этого же корабля, так же. А вот и за ним в ответе, за него потом. Сейчас волнение есть? Есть, конечно. У судна «Рельеф», как и у его собрата корабля Василий Аршинов, одинаковая миссия. Обследовать глубину водоемов, русел рек и составлять карту рельефа. Для того, чтобы остальные суда могли идти не вслепую, а знать об опасностях, поджидающих впереди. Помогает в этом специальное промерное оборудование, которое сканирует рельеф дна и снимает его в 3D-модели в цвете. Обследовать водоемы судна «Рельеф» уже сегодня отправится в Нижний Новгород. Ну а корабль Василий Аршинов, названный в честь одного из ветеранов речного флота, ждут в северной столице, городе Санкт-Петербург. Хочу отметить, что предприятие вышло уже на ритмичную работу, имеет портфель заказов до 27-го года, включительно, да, Сергей Викторович? И очень надеюсь, что этот портфель заказов будет пополняться. Благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности, тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на Самарской земле. Первые два корабля «ГАЛС» и «Вадим Викторовский», близнецы сегодняшних, собранные на Самарском судостроительном заводе, были торжественно спущены на воду в июле этого года. Тогда же заговорили о том, что суда такого класса впервые были построены в России. Их техническое наполнение полностью соответствует всем современным требованиям и стандартам. И сейчас в строительстве находятся еще три таких же промерочных судна, три пассажирских судна, вот они строятся, вы их видите, на стапелях стоят, с левой стороны. И подписан контракт еще на строительство морского груза пассажирского парома. Стоит отметить, что промерные суда не строили в нашей стране с советского времени. Поэтому проект, реализованный в Самаре, по словам специалистов, можно по праву назвать уникальным. Да и технический флот как никогда востребован. Русло рек меняется, и промеры необходимо делать постоянно. Без разведчиков речных глубин, как часто называют эти суда, невозможно представить развитие судоходства. Со спуском на воду новых судов, руководство и сотрудников судостроительного предприятия поздравили первые лица региона и города, пожелав кораблям 7 футов под килем, традиционного на флоте пожелания, удачи и благополучного плавания. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Представители профильных предприятий и общественники на этой неделе принимали дороги в поселке Управленческий. Специалисты побывали на улицах Сергея Лозо, 8 Марта и Солдатской, которые обновлялись на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На месте была наша съемочная группа, и Михаил Ермоленко расскажет детали. Более 30 тысяч квадратных метров нового асфальта появилось в этом году в поселке Управленческий благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Покрытие обновили на трех важных маршрутах – на улицах Сергея Лозо, 8 Марта и Солдатской. Все они ведут к объектам социальной инфраструктуры, корпусам одного из крупных промышленных предприятий, благоустроенному скверу возле ЗАГСа Красноглинского района и одной из главных достопримечательностей Самары – обновленной вертолетной площадки. Сейчас специалисты закончили ремонт, на этих маршрутах идет приемка объектов. Вложен порядка 30 тысяч метров квадратных асфальтно-бетонной смеси. Вся смесь у нас идет на высокопрочном материале, ЧМА-16, который обеспечит срочную и надежную эксплуатацию данного покрытия. В настоящее время приемка проводится в лаборатории, отобраны все необходимые керны, проводятся испытания. Кроме обновленного дорожного покрытия, уже на средства городского бюджета благоустраивают и пешеходные зоны. В частности, на улице Сергея Лозо меняют бордюры и облагораживают тротуары. Все этапы дорожных работ – от заключения контрактов до приемки готовых объектов – контролируют и представители общественных организаций. Это касается и обновленных маршрутов в окрестностях вертолетки. В рамках реализации 212-го федерального закона об основах общественного контроля мы принимаем участие в этом процессе на всех стадиях. Я для себя акцентом ставлю те дороги, которые несут высокую социальную направленность. И мне хочется отметить, что именно Сергей Лозо, который ведет на всеми любимую вертолетную площадку, это однозначно туристический акцент нашего региона, который в том числе формирует и его экономическую привлекательность. Поэтому здесь мы смотрим с особенным прилежанием. Профильное муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» во время приемки готовых объектов проверяет качество работы в соответствии с заданными параметрами, действующими нормами и ГОСТами. 10 метров 20 сантиметров, да, проезжая часть? Да, правильно. В полном соответствии параметрам. Все для того, чтобы жителям было комфортно. До этого дороги были убиты, а сейчас нормально. Еще облагораживают местность вокруг дорог. Я имею в виду тротуары пешеходные, бордюры поставили новые. Всего в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтировали 39 объектов протяженностью около 57,5 километров. Кроме того, уже готов список маршрутов, которые обновят в 2023. Прошли торги и ремонт начнут в апреле, во время следующего дорожно-строительного сезона. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. Недостаток солнечного света, простудные заболевания, завершение отпусков и начало нового учебного года. По утверждению психологов, даже одного такого фактора хватит для того, чтобы в полной мере прочувствовать осеннюю хандру. Есть ли в Самаре солнце, как граждане справляются с резким похолоданием и что думают о сезонной депрессии итальянцы в России, расскажет Ольга Павлова. Житель солнечной Италии Доронце Пускуали родился в самом восточном регионе своей страны, Апулье. Но Самару считают не менее родным и солнечным городом, ведь здесь появился на свет его сын Антонио. Вместе с супругой жительницы Самары они давно живут на две страны. Так даже интереснее отмечает Доронце. О бассейне их Андрей никогда не слышал и тем более не предполагал, что некоторые могут грустить в столь прекрасном городе. Здесь сегодня хорошая погода, почти как Италия, мой странец. Я очень рад сегодня быть здесь, хорошая погода. Сейчас буду гулять, отдыхать. По утверждению отдельных психологов, осенняя хандра – естественная реакция организма на смену биоритмов. К факторам ее появления относят недостаток солнечного света, простудные заболевания, конец летних отпусков и начало нового учебного года, что приводит к плохому сну, постоянной усталости и апатии, с чем далеко не все люди могут справиться самостоятельно. Они начинают унывать, они начинают страдать, демонстрируют, как им плохо, привлекать внимание этим образом. И вокруг них начинает формироваться такая мгла, скажем так, которую они ассоциируют со временем года, которая на самом деле, как я уже сказал, практически ни на что не влияет. «Осеннюю меланхолию едва ли можно связать с неблагоприятными погодными условиями», продолжает практикующий психолог Роман Едаевкин. Скорее, это внутреннее состояние человека, и к любым жизненным переменам, в том числе и к новому сезону, нужно относиться с принятием. И потом, рассуждает специалист, в то время как одни наслаждаются сухой и теплой погодой, другим по душе дождь, романтично бьющий по подоконнику. Нужно организовывать свой быт, то есть самостоятельно регулировать свое настроение через события, которые сами себе мы создаем, через общение с людьми, которых мы хотим видеть, через какую-то организацию пространства, оптимизацию физических нагрузок, правильного питания, режима сна и бодрствования. Проще говоря, необходимо поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом, встречаться с друзьями, принимать побольше витаминов и одеваться по погоде, чтобы не было ощущений дискомфорта. Впрочем, как выяснилось, большинство самарцев этим нехитрым правилам все же следует. Много пью чая, пью чай с лимоном, отдыхаю, провожу время с любимыми, вот так вот спасаемся. Прогуливаюсь по улице, в сквер какой-нибудь сижу. Я смотрю турецкие сериалы, услышь меня. Сладкое. Много сладкого. Да. Можно что-то покрепче. Крепче кофе вы, наверное, имеете в виду, да? Да, да, да. Именно его. Смотреть фильмы с летом, с летним настроением. Чаек и хороший человек рядом. В том случае, если вы не в состоянии справиться с чувством подавленности самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту за психологической помощью. Вполне возможно, что грусть и апатия – следствие более серьезных проблем с организмом, совершенно не связанных с переменой сезона и внезапными холодами. Ну а погода, по последним прогнозам синоптиков, наш солнечный город еще приятно удивит. Пусть не итальянской жарой, но температурой воздуха до плюс 24 градусов абсолютно точно. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Администрация городского округа Самары и студия искусств классики Музея Москвы представили специальную программу лекций и творческих мастер-классов «Самара. Град великий». Занятия прошли в Центральной детской библиотеке. Александра Гусева расскажет подробности. Специально ко дню города Татьяна и Евгений Тихоновы, основатели творческой студии классики в Музее Москвы, провели в Самаре трехдневную программу лекций и мастер-классов для детей от 9 до 16 лет. Говорили об исторических и культурных феноменах, связанных именно с городом именинником – Самарой. Мы сегодня делаем презентацию, премьеру нового формата творческих практик, которые нацелены на развитие творческих талантов, юной аудитории прежде всего, которая для нас очень важна. Каждому участнику мастер-класса предоставилась возможность не только послушать мультимедийную лекцию, посвященную родному городу, но и трансформировать увиденное в нечто материальное. Когда мы придумывали этот проект, этот макет, мы поняли, что материал мы будем использовать то, что иногда можно найти даже на дне Волги. То есть какие-то отходы, например, пластиковые бутылки. Из пластиковых бутылок мы градим башню. Подобные мастер-классы позволяют развить творческое мышление у детей и подростков. На третий день мастер-классов прошла торжественная презентация макета города-именинника, созданного коллективно. Это целая карта города, на которой отображены все самые узнаваемые достопримечательности Самары и достопримечательности, которые создало детское воображение. Александр Гусева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. Ловись рыбка, большая и маленькая. В Самаре начался осенний сезон рыбалки. С понижением температуры активизировались хищники, у которых проснулся недюжинный аппетит. На что ловить, как правильно прикармливать рыбу и что должны в обязательном порядке усвоить начинающие рыболовы, узнала Ольга Павлова. Свою первую рыбу Григорий Игнатьев поймал еще будучи мальчишкой. Сегодня уже опытный рыбак. Родился и вырос в маленьком селе под Татарстаном. Вспоминает, рыбу ловили на самодельной удочке и практически каждое утро бегали с ребятами на озеро. Караси-то можно было и бреднем, для себя ловили-то не продавались. Так на удочке, пескари, щуки, караси тоже. Самый трофейный его улов – сазан на 8 килограммов и щука на 10. Караси удавалось поймать и на 2 кило, но это как повезет. Многое зависит от сезона, отмечает мастер. Если летом особенно хорошо идет карась, то осенью с понижением температуры активизируется другая рыба, у которой просыпается недюжинный аппетит. Очень хорошо на хищника, судак, щука. Сейчас же жор как раз начинается, жир набирает на зиму. Когда вода становится холоднее и прозрачнее, рыба начинает осторожничать. Подводная жирность засыпает, в водоемах убывает кормовая база. Рыба активно передвигается, разыскивая пищу, все больше предпочитая глубину отмелем и заросшим мелководьем. Правда, в начале осени, когда клюв идет практически на любые снасти, еще есть шанс на легкий улов. Специалисты советуют правильно готовить прикорм. Его, к примеру, можно делать из пшена. Крупу необходимо отварить до полуготовности и смешать готовую массу со жмыхом. А дальше – дело удачи. В качестве наживки можно использовать червей, кукурузу, хлеб и даже перловку. Все это особенно любит карась. На что лучше всего идет? Бывает комбинируешь, ассорти делаешь. Каждый день по-разному. Вот сегодня, может, на червя берет. На следующий день, на другой. Карась рыба непредсказуемая. Выбирая место для рыбалки, на реках и озерах предпочтение нужно отдавать глубоководным участкам с корягами, затонувшими деревьями, у подводной травы и водорослей по свалу. Здесь обычно клюют карась, густера, подлещик, сорожка и сопа. А если повезет, можно попасть на выход крупного леща. Стоит помнить, что наилучшее время для рыбалки в сентябре – световой день. За исключением ловли на лиму, судака и сама. Чем холоднее погода, тем позже надо начинать ловить, особенно на снасти с наживкой. К примеру, щука обычно держится у границы водных растений. Окунь недалеко от берега у кромки зарослей и камыша. А лещи ютятся в ямах с каменистым или песчаным дном. С наступлением октября рыба мигрирует и постепенно перебирается на зимовальные ямы. Поплавочная удочка отправляется на антресоль до следующего сезона. И в силу вступают зимние снасти и способы ловли. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Долгожданная и сенсационная победа. Самарские крылья Советов переиграли питерский «Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России на своем поле. Дружина Игоря Осенькина подарила настоящий праздник всем любителям футбола. За развитием событий следил наш корреспондент Анатолий Головко. Приезд питерского «Зенита» в Самару не сулил ничего хорошего, ведь в последнем туре РФПЛ дружина Сергея Симака разгромила Оренбург со счетом 8-0. А вот крылья Советов провели невыразительную игру с «Химками», которая закончилась без голевой ничьей. Вопреки пессимистичным прогнозам, подопечные Игоря Осенькина показали характер и подарили любителям футбола настоящий праздник. В первом тайме Кубкового поединка соперники обменялись немногочисленными атаками и разошлись миром. Все основные события в матче случились после перерыва. Бразилец Клаудиньо, который постоянно заводился из-за неудачных действий партнеров, окончательно потерял контроль над собой. Сперва он получил предупреждение за стычку с Цыпченко, уже через несколько минут увидел перед собой вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Легионер оставил свою команду в меньшинстве, а крылья Советов этим преимуществом воспользовались. Сперва Дмитрий Цыпченко, критикуемый болельщиками за плохую реализацию, забил красивый гол за пределы в штрафной, но затем под занавес матча отдал голевую передачу на Глушенкова. Максим установил окончательный счет на табло 2-0. Таким образом, Самарцы одержали первую победу на домашнем стадионе, взяли первые очки в Кубке России и догнали «Зенит» и «Московский Спартак» в группе. После матча Игорь Осенькин отметил, что отдохнуть своим лидерам дали обе команды, поэтому говорить о том, что «Зенит» выставил слабый состав, вовсе не приходится. Я, скажу, что доволен игрой, доволен новичками и, конечно, первой победой мы как-то в домашних матчах все никак не могли победить. Сергей Семак заявил, что команду с берегов Невы подвела плохая реализация моментов. «Сегодня нам не удалось забить и не удалось сыграть надежно в обороне, так, как нам хотелось бы». Защитник Юрий Горшков поделился своими эмоциями после матча. По словам футболиста, команда не должна расслабляться, ведь уже через несколько дней крыльям предстоит тяжелая выездная игра в чемпионате России. «Победа всегда прекрасна, но сейчас немножко порадуемся и уже завтра надо о Ростове думать». Партнер Юрия Горшкова Максим Витюгов тоже думает о предстоящей игре на берегах Дона. «Сейчас у нас очень тяжелый выезд будет в Ростов, добираться, сложная дорога. И команда сейчас у Ростова очень серьезная, которая на ходу». Молодой нападающий Волжан Сергей Пеняев рассказал, что команда в первую очередь билась ради болельщиков. «Со старались победить ради наших болельщиков, которые пришли, поддерживали нас. Кто-то бросил все свои дела ради того, чтобы в будний день попасть на этот матч. И я думаю, никто не пожалел, потому что мы постарались и смогли победить». Экс-форвард Крыльев Советов Иван Сергеев, который недавно перешел в «Зенит», был рад снова выйти на поле в Самаре. «Мне здесь все знакомо. Когда я приехал, много друзей осталось и тепло встретил. Я очень благодарен Самаре». Анатолий Головко, Константин Головин. События. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»